Есть такая работа – Родину защищать. Немногие и не самые счастливые в гарнизонах и военных городках занимаются этой работой. И мы их не часто видим. Других защитников мы видим чаще. Они защищают наш порядок и нашу жизнь. Но наша жизнь – это и защита нашего имущества. И у каждого дома, и у каждой квартиры милиционера не поставишь. Это работа охранных предприятий. Насколько неспокойное время сейчас? Но об этом судить по интернет-изданиям, а точнее по телевизионным каналам, которые постоянно пугают и шугают. Но город Магнитогорск живет спокойно. Знаете почему? Потому что у нас работают люди, которые не первый год на рынке, которые действительно профессионалы своего дела. И старая поговорка – со щитом или на щите? Мы выберем все-таки со щитом, с охранным предприятием ЩИТ, которое располагается здесь. По адресу улица Советская, 10, дробь 1. Даже Министерство внутренних дел Российской Федерации признало, что роль охранных предприятий в охране общественного порядка велика. Ну вот, по примеру, нашего предприятия, мы в год раскрываем 15-20 преступлений уголовного содержания. 600-700 нарушителей административных задержанных передаем правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности. Еще столько же предупреждительные беседы проводятся на местах. Это при вызове на тревожные кнопки, на срабатанную сигнализацию, на телефонные вызовы к нашим клиентам. Поэтому, естественно, если сложить по стране всю общую копилку, получаются значительные цифры по раскрытию, преступлению и предупреждению правонарушений. Не многие знают, но Магнитогорск всегда находился под щитом. Щитом из ядерных противоракет. Охранное предприятие ЩИТ сегодня имеет к месту базирования прямое отношение. Но щитом своих специалистов, постоянно проходящих подготовку, сегодня и сейчас, они укрывают тех, кто в текущей экономической и не самой простой ситуации подвержен риску быть ограбленным, разворованным, избитым недоумками. Я должен сказать, что очень сейчас реакция, может быть, неоднозначная наркомания. Наркоманы, сами понимаем, они не всегда адекватные. И любая вывеска, может, и в милиции, и в ведомственной охране, и в частной охране любого названия, особого это действия не вызывает. Но, естественно, здравый преступник, который немножечко умеет в голове что-то у него есть, ответственность какая-то перед Родиной, конечно, на охраняемый объект вряд ли полезен. А наркоману и вывеска, даже вверх выстрел, не всегда помогает остановить такого преступника. У конкурентов наших коллег, которые многочисленные в городе, наверное, вызывают другие реакции. Значит, что вот, под столько вывесок нам иметь в городе побольше охранять объектов. Не могу сказать, как у меня удовлетворение, когда я вижу, что объекты охраняются нами, мне, в принципе, вызывают удовлетворение. И удовольствие даже, что вот действительно уже мы значительно количество объектов охраняем в городе. Всего под охраной более полутора тысяч объектов. Это хорошо, что горожане не проходят мимо, когда на улице творится беспредел. Это хорошо, что предприниматели понимают, что договор аренды и договор охраны это одни из основных, наиглавнейших документов. Охрана должна работать быстро, молниеносно и незаметно. Охрана должна работать в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел. Не конкурировать с ними, а дополнять. Быть логичным соратником в деле обеспечения спокойной жизни магнитогорцев. Вообще, я считаю, что сотрудник охраны это тот же милиционер. Только, может быть, немножечко поменьше прав, хотя и у милиционеров не так уж их и много, этих прав. Законодательность у нас, к сожалению, грехи какие-то имеет и для граждан, и для милиционеров, и для охранников в том числе. Но вот сейчас принят закон новой федеральной об охранно-детективной деятельности, которая значительно усиливает ответственность руководителей охранных предприятий, ответственность школ, которые готовят кадры для нас. И, естественно, происходит естественный отбор. Уже ряды, охранников, если сравнить, допустим, 16 лет назад мы создали предприятие, и сейчас кадровый состав ну, на порядок отличается от того кадрового состава, который был в начале 90-х годов. Поэтому требования к охранникам возросли, и физическая подготовка, и спецподготовка, и юридическая подготовка, и моральная подготовка. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, потому что сейчас функции контроля МВД за охранными предприятиями полностью переданы в МВД. Лицензировать будет только МВД, и контроль за деятельностью охранных предприятий кратно будет усилен. выживут и выживают сейчас самые сильные те предприятия, которые серьезно к своему делу относились раньше, однодневок и боевых, останутся предприятия, которые действительно на своем месте. Я думаю, что мы больше заинтересованы, чем нет, в расширении сети охранных структур. Будет легче милиции. Нормативное время прибытия сигналу тревога, это будь то сработка сигнализации или тревожная кнопка в рабочее время, до пяти минут. Если через пять минут наш экипаж вооруженный не прибыл на место происшествия, нами проводится служебное расследование, и использовав наш ресурс контроля спутникового за своими машинами, мы можем просчитать точно, с какого места он выехал, в каком месте, на каком перекрестке он стоял, на красный, на зеленый свет там проезжал, с какой скоростью ехал и какими дорогами приехал. То есть исключаются все случаи там саботажа, налево машина сходила куда-то там, кем еще отвез в поликлинику. Это уже у нас в прошлом все равно. Сейчас до пяти минут все. Дальше нам преступники шансов не дают, что он там задержится. Преступление совершается сейчас очень быстро, две-три минуты, и грабитель уже убегает. Его надо уже в микрорайоне искать, или на транспортном средстве скрывается. Потому что времени больше нам не дают. До пяти минут, через две минуты приезжает. Охранное предприятие ЩИТ имеет собственную производственную базу. Охранное предприятие ЩИТ выросло до размеров, с которыми приходится считаться конкурентом. Но это не означает, что медведь, символ этого предприятия, неповоротлив, он молниеносен. Он постоянно совершенствуется в навыках борьбы с преступниками, в умении владеть собственным оружием. Это требование жизни. Охранник должен быть всегда в форме. и охранному предприятию ЩИТ доверяют тысячи предприятий. Это и банки, и заправочные станции, и магазины, и увеселительные заведения. И если вы решили начать свое дело, то знаете возможности ЩИТа. Полный комплекс, начиная от проектирования охранно-пожарной сигнализации, монтажа видеонаблюдения и сопровождения потом в дальнейшем ремонта обслуживания гарантированного, до пультовой централизованной охраны, восстановления постов, предоставления телохранителей, полный комплекс. Кроме того, из нового, что мы сейчас внедряем, уже внедрили, наблюдение за движущими объектами, это транспорт. Скажем, в машине устанавливается специальный блок, который сейчас распространил. мало поставить, надо, чтобы помощь пришла извне быстро. Помощь может тоже разная быть. Это спасение от грабителей, от разбойников, это помощь в указании человеку при дорожно-транспортном происшествии, это мониторинг транспорта, если его угнали. То есть мы можем проследить, в какое место он ушел и преследовать, подключать наш договор и с отделами внутренних дел. С ГАИ, правда, договора нет, но по долгу своей службы они тоже обязаны подключаться. А вот по новому законодательству там уже мы обязаны пойти в единую дислокацию постов, маршрутов с МВД. Конечно, у каждого руководителя, руководителя успешного, есть повод гордиться своими подчиненными. Если дело настроено, то почему бы и нет? Если репутация позволяет, если конкуренты завидуют, то значит это предприятие умеет работать, умеет служить и защищать. Кстати, защищать необходимо и законсервированные объекты. И к таковым у счета свой подход. Если пока магазин не приносит прибыли, то это только пока. И на этот период есть специальные предложения. А вообще то, что происходит в городе сейчас, доказывает принцип выживания сильнейшего и мудрейшего. А символом мудрости и силы на Руси всегда был медведь. Ну, у нас за 16 лет работы практически не было страховых случаев с клиентами, что мы где-то там что-то прошляпили, допустили кражу и отказались выплачивать или компенсировать ущерб. Такие случаи были. Были небольшие, там 4-5 тысяч на рывок грабителям удавалось скрываться. Но там, где наши были недочеты, а их была единица буквально, мы выплачивали сразу без всяких судов. При обследовании объектов мы стараемся выявить все недостатки, которые по укрепленности объектов, устранить их вместе с нашим клиентом. То есть прицелуем на то, чтобы не допустить на объекте кражу. Самое главное не допустить. хуже все, когда кража совершилась и потом вот эти вот разбирательства. Сам факт совершения даже мелкой кражи это позор для охранных предприятий. Для любой охраны, государственной, частной. Поэтому у нас сейчас качество охранных услуг это в первую голову. Сейчас борьба за качество. Вообще выживут вот те предприятия, которые борются за качество охранных услуг. Если предприятие не в состоянии приехать за пять минут, если у них нет официальных разрешенных частот для радиосвязи, для передачи специальных сигналов с объектов, то вряд ли это предприятие или нет лицензированных сотрудников, имеющих квалификацию. это предприятие не может оставаться на рынке охранных услуг, и оно неизбежно постепенно изживает себя. Поэтому сейчас идет тенденция на то, чтобы мелкие предприятия вливаются в крупные. Это нормально, я считаю, что это неизбежный процесс. и в большом предприятии проще, проще 2, 3, 4 предприятия крупных, им проще работать в единой дислокации, проще маневрировать своими силами, средствами, проще взаимодействовать с правоохранительными органами. Когда много, 3 районных отдела, но не воспримут они 7-10 предприятий. Мы их просто замучаем своими сообщениями. А когда будет это централизовано, проще будет управлять и нам, и МВД ориентироваться в пространстве с нами. Это в общем-то приведет к положительным результатам предупреждений и раскрытию преступлений по горячим следам.